Крымская фирма деликатесов намерена покорить нашу страну устрицами и мидиями. Частички выращивают сейчас частники в местном озере этот удивительный деликатес. Цены пока все-таки не для нашего кошелька за моллюска. 180 рублей нужно выложить, а в планах собирать повышенный урожай редчайших и еще краснокнижных крымских устриц. Но все это действительно очень интересно. И нашему спецкору Евгении Змановской удалось увидеть процесс добычи деликатеса. Одним из показателей свежести и качества устрицы это именно тяжело открывается. Видите, провожу, она сжимается, дотрагивается. То есть вот это вот показатель того, что она живая, а мертвая устрица есть нельзя. Ем, конечно, не фанатею по производственной необходимости. Мощность нашего медийно-устричного хозяйства рассчитана на годовое производство 6,5 миллионов устриц в год и порядка 1000 тонн мидии в год. Мы выращиваем устрицу нескольких видов из Франции. Сейчас планируется поставка из Туниса, из отечественных питомников. Отдай швартовый! Суш, отдай швартовый! Продукция на одной линии висит разного размера. Какая-то тяжелее, какая-то легче. То есть из-за этого вот буи все погружены в воду не одинаково. Вот она, продукция. Была посажена вот таким размером. Вот, с декабря выросла устрица крымская. Вес порядка двух размеров, от 60 до 80 грамм. По европейской классификации устрица третий номер. Может быть сразу и непонятно было, что так все у нас масштабно будет. Но сейчас уже, конечно, это не то, что было раньше, как начиналось. Мы готовы развиваться дальше, дальше, еще и еще глубже, больше. Я был за границей на рыбаке. Как бы для меня тяжело расставание с семьей. С ребенком, с сыном. Здесь я дома нахожусь. Мне устрица как бы не особо нравится. Ну, правда, жизнь. Я больше по мидии. Дома надо это вот покупать ее, как в любом другом предприятии. Здесь ведется учет штучной устрицы. Все наши моллюски подвергаются проверкам. Это лабораторные исследования. И ни разу за время существования нашей фирмы как бы не было выявлено никаких паразитарных явлений, вирусов, грибов, бактерий, бацилл, ничего такого. То есть они абсолютно чистые, безвредные и качественные.